Девушки отдыхают Это все твои работы? Да Здорово Рад, что тебе нравится Этот снимок я сделал на Килиманджаро, а вот этот в сирийской пустыне Очень красиво Опасно, наверное? Немного, зато интересно Я думала, ты светский фотограф Я светский фотограф, когда нужно заработать денег А это... А это то, что тебе действительно нравится Да, это то, чем я живу А ты правда работаешь официанткой? Да, ну что? Просто спросил Так бывает Я связалась не с тем парнем Осталась без денег А почему здесь нет ни одной фотографии Оли? Оля не любит фотографироваться Слушай, я бы лучше тебя сфотографировал Вместо нее? Нет Ты на нее совсем не похожа Оф, тебе есть Слушай, давай я тебе лучше кофе сделаю Я бы приготовил тебе завтрак, но я не силен в кулинарии Могу приготовить пару бутербродов Хорошо 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 Будешь кофе? Что случилось? Поссорились со своей девушкой? Она не моя девушка. Мы просто коллеги по работе. Именно поэтому ты носишь в паспорте ее фотографии? Черт! Ну что же ты? Я думал, у нас все наладится. Идиот. Не все говорили, что мы не пара, а я не верил. Все из-за моего дурацкого упрямства. Слушай, любая девушка мечтает о таком парне, как ты. Да, конечно. Ты такой трогательный. Жалкий. Милый. Правда. И очень классный. Слушай, все наладится. Правда, вот увидишь. Спасибо. Кофе пей, пока не остыла. Еще звони. А, девушка. Простите, вы хозяйку квартиры давно видели? Недели две назад, а что? Вы уверены в этом? Ну, мне вообще кажется, она съехала. Это же съемная квартира. Илья, вам лучше перестать со мной возиться. Пока я рядом, вы в опасности. Я буду с вами до тех пор, пока вы полностью не восстановитесь. Итак, что намерены делать дальше? Вернуть свою жизнь. Хорошо. Друзья, подруги, все, кто может помочь. Кто-то есть? Нет. Ни друзей, ни подруг, только партнеры по бизнесу. Вот такой я человек. Ну, ничего. У меня тоже мало друзей. У меня был любовник. Так, кто он? Фотограф. Мы познакомились, когда он приехал ко мне в дом сделать фотографии для какого-то журнала. Вы вспомнили об этом только сейчас? Нас связывала только постель. Хорошо, дальше. Я надеялась, что он поможет мне поменять свою жизнь. А что конкретно поменять? Уйти от Игоря. Ну что ж, это прекрасно. Звоните ему. Вы номер помните? Нет. Ну и, возможно, я вспомню, как до него доехать. Хорошо. А пока давайте руку. Отлично. Да, хорошо. Добрый день. Чтите. Илья Аль. Где твоя подруга? Я не знаю. Говори, она звонила тебе? Нет, да я ничего не знаю. Выкладывай все, что знаешь, или я сейчас тебе по стенке размажу. Она же звонила тебе, да? Да звонила, звонила. Говорила, что у нее все хорошо, что живет у какого-то фотографа. Отпусти меня. Номер. С какого номера она звонила? Она звонила на номер ресторана. Пошли покажешь. Быстро. Шевелись, шевелись, пудница. Как я выгляжу? Не волнуйся, ты отлично выглядишь. Спасибо тебе за все, Илья. Все будет как прежде. Нет, как прежде уже не будет. Он даже не попытался мне помочь. Ну, ты ему сейчас о себе напомнишь. Приехали. Спасибо. Это она. Кто? Моя сестра Вера. Теперь я понимаю, почему он меня не искал. Она подменила меня во всем. Ну, возможно, все не так, как кажется, и нужно с ним поговорить. О чем? С ним и так все ясно. Ну, тогда стоит поговорить с ней. Странно, так поздно. Кто бы это мог быть? Вдруг это Игорь или его люди? Не переживай, никто не знает, что ты здесь. Кто там? Олег, открой, это я. Оля? Что, так сильно изменилась? Ну, здравствуй, Вера. Ну, надо поговорить наедине. Оль, я очень рада, что с тобой все хорошо. Я несколько раз приезжала в больницу, и это было без сознания. Игорь сказал, что уже... Красиво врешь. Что? Научилась в 12 лет. Оль, я приехала на все готовы? Мой дом, моя семья, мой бизнес, мой любовник. Как ты можешь такое говорить? Мне приятно, слушай, да? Оль, послушай. Игорь сказал, что мне нужно подписать какой-то договор, который спасет твой бизнес. Подписала? Да. Что за документы? Какой-то договор, а сотрудничество. Ты не посмотрела, что подписываешь? Я хотела прочитать договор, но он не дал мне такой возможности. Он мне торопил и сказал, что я могу ему доверять. Не холодно? Нормально. Скажите, вы ведь в этом не замешаны? В чем? Ну, афера с подменой? Нет. Вера такая же жертва Самойлова, как и Оля. Но в полицию вы не обращались? Нет, не решились. У Самойлова в нашем городе все подмазано. Он дружит и с мэром, и с начальником УВД, да и вообще со всеми. Ясно. Вы знаете, они так похожи, но при этом такие разные. Не было возможностей сравнить. Ну, Оля, она такая властная. Мне всегда было немного некомфортно с ней. Я вроде боялся, что она не одобрит то, что я делаю. А Вера? А Вера другая. Мне с ней легко, как бы банально это ни звучало. О, пицца приехала. Проходите в дом, будем ужинать. Я думаю, ты подписала отказ от проекта. А Игорь получил щедро отступное. Тебе-то заплатили? Ты заплатила. Десять тысяч долларов. Прости. Черт. Меня просто слили. И я им в этом помогла. Оль, я понимаю, как это все выглядит, но я... Если мы докажем, что на договоре стоит не моя подпись, то сделка будет признанной недействительной. Да, но ты ведь знаешь, что у Игоря... А Игорь не смог бы провернуть это все в одиночку. Ты должна вспомнить хоть что-то, что нам поможет. Он встречался с кем-то, советовался, может, звонил кому-то. А, да. Он звонил кому? Да, вот по этому номеру. Нужно понять, что делать дальше. Уезжаешь? Да, пора. Мне было приятно с тобой познакомиться. Спасибо, мне тоже. А может, останешься на пару дней? В театр сходим. У нас очень хороший театр. У меня там, кстати, подруга работает. Спасибо, но нет. Ну, я так и не показала тебе город. Ну, так всегда. Ой, это как? Вот так. Встретишь хорошего парня, он уезжает. Вот ответь мне, с чего ты взяла, что я хороший? Знаю. Я могла бы в тебя влюбиться. Не говори глупостей. Я намного тебе старше. Всего-то на несколько лет. Такого, как я, служил влюбиться. Прекрати. Ты симпатичный. Угу. И похож на викинга. На кого? С викингом меня еще никто не сравнивает. Да. Я же сказала, не звони мне больше. Это кто? Да, опять этот гад звонками достает. Все время звонит с разных номеров. Какой гад? Которого ты на днях завалил. Опять, наверное, притащится. Как же он достал? Что ты говорила по поводу театра? Твой друг в гостиной. Готовить так и не научился. Пиццу заказал. И даже маму ничего не оставила. А я вижу, тебе уже лучше. Да. Олег, нам надо поговорить. Я хочу. Олег, нам надо расстаться. Я тебя не люблю. Привычка говорить людям правду в глаза, вижу, осталась при тебе. Не обижайся. Все нормально, правда. А где Илья? Ушел. Как ушел? Ну вот он передал мне ампулы и шприц. Спросил, умею ли я делать уколы. И сказал, что мы здесь в безопасности. Почему меня не позвала? А я не знала, что тебя нужно позвать. Думала, вы прощались? Он заходил на кухню? Да. Черт. Значит, он видел, как мы с Олегом. Что видел? Не важно. Ты уходишь? Да. Оль, давай лучше позвоним. У меня нет его номера. Давай тогда лучше ясу. Нет. Оля. Ты не ушел. Послушай, я говорила Олегу, что... Не нужно ничего объяснять. Как ты себя чувствуешь? Я так рада, что ты не ушел. Надо бы давление измерить. Ну, на всякий случай. Ты можешь хоть на минуту перестать быть врачом. Ах, ну, хотя бы пульс и... Ах, ну, хотя бы пульс и... На террасе в аду попросила. Слушайте, я думаю, будет лучше, если мы все вместе договоримся, что делать дальше. Ну, я согласен. Есть идея. Какая? Завтра в мэрии будет бал. Что за бал? Ежегодный бал в мэрии, куда приглашают всех известных людей нашего города. Бизнесменов, спортсменов, людей искусства. И Оля каждый год на нем бывает. В этом году она тоже приглашена. Ну да, припоминаю. Ярмарка тщеславия местного разлива. А чем это нам поможет? Нам нужен журналист. Известный и безбашенный. Для чего? Я потом объясню. Ладно, я пойду отнесу Оля водой. У меня есть парочка на примете. Так. Но этот слишком безбашенный. Мы их ищем. Да, ищем. Ты не справишься со своими силами. Нужно еще люди. Не надо. Я уже узнал, с кем уехала Вера. Дайте мне еще несколько часов. Хорошо. Если к вечеру не будет результата, я обращусь за помощью к дружественным структурам. Олежек! Олежек! Мама пришла! Олег! Спишь, что ли? Олег! Олег! О, ты дерзается. О, ты же дерзается. Алло. Олег! Олег, это я. А ты далеко? У тебя же через час съемка. Нет, знаешь, я так и знала, что ты забудешь. Так, тихо, пожалуйста. Эту съемку я перенесу. А ты все-таки скажи, где ты? У тебя вечером очень важная съемка на балу у мэра. Надеюсь, это ты не забудешь? Это еще кто? Молодые люди. Добрый день. Добрый день. А что вам нужно? Нам нужно увидеть Олега. Вы знаете, мне тоже очень хочется его увидеть, но его нет. А где он? Ну, этого я вам не скажу, потому что я вас не знаю. Знаете, парни, давайте-ка. Прошу, молодой человек. Молодой человек, куда вы идете? Молодой человек. Уважаемая, не волнуйтесь. Я сейчас полицию вызову. Мы из полиции. Что вы говорите? А можно тогда вашу ксилу? Олегу угрожает опасность. Что? Да, возможно, он уже пострадал. Каждая минута на счету. Где нам его найти? Ну, он сейчас на встрече в конференц-кафе на Вишневой. А вечером у него съемка на балу у мэра. На балу у мэра. Ну, да, и жигунный бал в мэрии, и Олег, как обычно, там снимает. Простите, можно ваш телефон? Да, конечно, возьмите. Спасибо, мы вам его вернем. Нет, вы понимаете, он... Оставайтесь здесь. Ближайшие пару часов ни с кем не общаетесь. Это важно. Мы скоро приедем. Подождите, вы с Олегом приедете? С Олегом, да. Нет, ну, погодите. Нет, телефон... Мы скоро приедем. Да какие-то странные полицейские. Ну что? Фотограф уехал на деловую встречу. Возможно, Вера с ним. Его мать рассказала, где это. Мы уже почти по адресу. Вера беременна. С ней ничего не должно случиться. Вы меня поняли? Да. Ой, молодой человек, можно воспользоваться вашим мобильным телефоном? Я вас очень прошу. Я просто свое оставила дома. Боже, хорошенькая какая. Очень нужно позвонить, прошу. Ну что? Ну что вы на меня так смотрите? Боже мой. Ну я же не убегу с вашим мобильным телефоном. Посмотрите на меня. Тем более я на таких каблуках. Держите. Спасибо. Я в студии сказал, что ты в большой опасности. И велел сказать, где ты находишься. И ты сказала? Ну, конечно, я сказала, милый. Но я же разволновалась. Слушай, там был еще один. Он поэффектнее, знаешь? Он такой мачо. И у него на правой щеке такой шрам. Ну, когда ты разберешься со всем, пожалуйста, перезвони маме. Куда позвонить? Ну да, действительно. Куда же он может перезвонить-то? Спасибо вам большое. Я вам так благодарна, правда. Вы так меня выручили, боже мой, да. А знаете, давайте согреемся. У меня в студии есть прекрасный кофе. Прошу вас, давайте. И собачка за одного согреется. Давайте пройдем. У меня кофе, между прочим, колумбийский. Я любитель, а вы? Мы как раз к вам собирались. Что вы говорите? Какая удача. Проходите. Что-то случилось? В студию приходили полицейские. Спрашивали, как меня найти и выглядели странно. У одного из них был шрам на лице. Так это водитель Игоря. Я перезвоню Кире, попрошу встретиться в другом месте. Ну и где они? Не знаю. Но это то самое кафе. Я провел по карте, их там нет. Черт. Ну, тетка что-то говорила про ежегодный балл в мэрии. Где? В мэрии. Она сказала, что ее сын там что-то будет снимать. У Киры своя телепередача и канал на Ютьюбе. 250 тысяч подписчиков. Это больше, чем людей в нашем городе. Слушайте, Ольга Владимировна, мне Олег все о вас рассказал. И мы решили посетить вашим злоключениям передачу. Это будет бомба. Если нам удастся выпутаться из этой истории живыми. Даже если не выпутаетесь. В смысле, что со мной только так. Мне нравится ваш оптимизм. Главное, что Кира нас поддержала и согласилась на нашу идею. Я дожила у технической службы скрытую камеру со всем, что к ней прилагается. Обсудила сюжет с командой. Работаем. Так. Алло, Глеб, как у тебя дела? Мы готовы. Сейчас грим, костюм, потом согласуем все технические моменты и можем выезжать на объект. Главное, чтобы все твои четко сработали, как часы. Да. Артем. Что? Артем, я ее знаю. Кого? Ее. Ее зовут Ольга. Мой брат привез ее к нам домой из клиники. Потому что там ее пичкали какими-то лекарствами, чтобы свести с ума. Ольгу, ты уверена? Ну да, я с ней разговаривала. А где они сейчас? Дома? Нет, дома их нет. А где? Я не знаю. Пожалуйста, позвони своему брату. Сейчас. Погоди. Ну, ты как? Нормально. Была небольшая слабость, но я сделала укол. Все в порядке. Хочешь, я пойду вместо тебя? Нет, Вера. Лучше мне уже хоть что-то сделать. Вера, я хотела извиниться за то, что с 12 лет ни разу не позвонила, не приехала и даже не попыталась помириться. Я не лучше. Прости. Я должна тебе кое-что рассказать. Ты, наверное, возненавидишь меня после этого. Я была с Игорем. Один раз. Забери меня, он потом случился, выведешь. Оль, я думала, что я все еще люблю его. А он сказал, что между вами давно уже ничего нет. Прости, пожалуйста, мне очень стадо. Что ж, получается, что мы квиты? Не ссориться же нам опять из-за этого подонка. Спасибо. Да, ну, давайте, пройдемте, увидишь, давайте посмотрим, что там на это падает. Добрый вечер, Ольга Владимировна. Добрый вечер. Игорь говорил, что вы приболели? Игорь склонен преувеличивать, со мной все хорошо. Спасибо. Увидимся. Хорошего вечера. Спасибо. Вам тоже. Это были мэр и начальник УВД. Я помню. Хорошо, что они здесь. Пора сделать звонок. Угу. Я буду неподалеку. Да, слушаю. Это Самойлова Ольга. Я знаю о вашем сговоре с Игорем. Ольга Вадимовна, я не очень понимаю, о чем вы. Давайте встретимся и все обсудим. Вы сейчас где? У вас за спиной. Ну, вы отлично выглядите. Кажется, нам нужно серьезно поговорить. Кажется, да. Они вышли из зала. Ну, что вы знаете? Достаточно. Достаточно для чего? Чтобы засадить вас за решетку. Сменное заявление. В этой сумочке доказательство того, что вы участвовали в этой афере. Не надо. Я закричу, и меня услышат. Ну, если сумочку нельзя отнять, я всегда Майкл и Юрию купить. Она бесценна. Понимаю. За все в жизни приходится платить. Я готов. Алло, Глеб? Пускай картинку на экран. Ну, что вы знаете? Достаточно. Достаточно для чего? Чтобы засадить вас за решетку. Сменное заявление. В этой сумочке доказательство того, что вы участвовали в этой афере. Не надо. Я закричу, и меня услышат. Ну, если сумочку нельзя отнять, я всегда могу ее купить. Она бесценна. Понимаю. Ну, в жизни за все приходится платить. Я готов. Ольга Владимировна, мы не можем вернуть вас в проект. Мы выплатили вам очень неплохие отступы. Мне? Ну, вашего мужа. Вы знали, что подпись на документе фальшивка. Послушайте, это был не мой план. Это ваш муж предложил упрятать вас в больницу и выдать за вас вашу сестру. Разбирайтесь с ним. Какие ко мне придать? Вы знали об этом и ничего не сделали? Да, знал. А что мне еще оставалось? Вы бы ни за что не согласились передать проект другому девелоперу. А я не соглашусь. Это моя компания. И это мой проект. Я верну вам 10 миллионов и продолжу работу. Вы вообще представляете, какая каша заварится? Догадываюсь. Будет гораздо проще, если вы с Игорем возьмете эти 10 миллионов. Я не отдам вам проект. Ну что ж, вы не захотели лежать в больнице. Тогда придется прятать вас понадежнее. Хотите меня убить? Если понадобится. Нет, вероятнее. Это был не мой план. Это ваш муж решил упечь вас в клинику и выдать за вас вашу сестру. Разбирайтесь с ним. Какие ко мне придете. Ну так что, вы отдаете мне сумку? Если вы с Игорем возьмете эти 10 миллионов… Я не отдам вам проект. Ну что ж, вы не захотели лежать в больнице. Тогда придется прятать вас понадежнее. Здравствуй, любимая. Игорь. Ты же не хочешь, чтобы я начал стрелять? Вот здесь документы. У тебя ручки. Подпиши документы. Решил заменить фальшивку на подлинник в последний момент. Нет, Оленька, я решил заменить тебя. Я тебя всю жизнь ненавидел. Ты мне испортила всю жизнь. Ты развела меня с Верой. А знаешь, я только сейчас понял, что любил ее, только ее. И поэтому сейчас ты подпишешь эти чертовы бумаги, я найду Веру. Мы уедем отсюда, она родит мне ребенка, и мы будем счастливы. Все. Ты никогда не будешь счастлив. Вера потеряла ребенка. Что ты сказала? Нет никакого ребенка. Нет никакого ребенка. Что ты сказала? Повтори ее. Не будет никакого ребенка. Я тебе не верю. Взяла ручку и подписала документы. Подписывай! Я докажу, что действовала под принуждение. В холле есть камера. Не получится. Мои люди их отключили. Пока. Я должен быть там. Потому что Оле может стать плохо. Да не волнуйтесь вы так. Ситуация под контролем. Под контролем. У Шигалева может быть оружие. Он ничего своими руками не сделает. Так, Ляляк, что ты все снял? Да. О, Боже. Так, снимай. Работать со сна! Руки! Стоять! Руки вверх! Руки! Стоять! Стоять! За мной. Давай. Руки вверх! Руки вверх! Руки вверх! Зам главы центрального района Шигалев отправился в тюремную камеру. Главный подозреваемый, известный в городе бизнесмен Игорь Самойлов, уже дал признательные показания. Напомню, он, так же, как и Шигалев, обвиняется в покушении на убийство, а также в мошенничестве и повещении человека. Вера! Ольга Владимировна, подождите. Мне нужно уточнить пару деталей. Простите, Ольга Владимировна, после болезни, она устала, ей нужен отдых. Хорошо. Я вам завтра с утра позвоню, мы договоримся о встрече, и вы дадите показания под протокол. Договорились? Да. Идем. Я не попрощалась с Олегом и Верой. Ничего страшного, они все поймут. Кажется, я все-таки тебе пригодился. Да. Спасибо тебе большое. Ладно, пожалуй, мне пора... Я по телевизору увидела, там по всем новостям крутят. Я так испугалась за тебя. Все хорошо. Фу. Фу. Кроме того, был задержан главный врач частной клиники Александр Пашкевич. Ему грозят обвинения в похищении и умышленном нанесении вреда здоровью пациента. Я решил, что не стоит отдавать полицейским документы в твою попись. Ты все правильно сделал. Если бы не ты. Привет! Привет, привет! Привет, ребята! Привет! Ну, вы там как? Вы где? Мы на Бали. Здорово вам! Надолго вы? Еще неделя, а потом мы едем в Эквадор. Я подписал контракт с агентством Гео. Мы будем делать фотки для их каталога. Здорово, поздравляю. А я вся в работе. Приходится налаживать репутацию компании. Оля, а как твой проект? Все отлично, я в деле. Отлично? Поздравляю, а как дела у Артема с Таей? Удивительно, но он до сих пор ей не наскучил. Я прям не узнаю свою сестричку. Ну, что ж, это здорово. Ладно, нам по... А, подождите, я вам сейчас брошу фотки. Помните, где мы вчетвером? Да, да, они вчетвером. В течение время посмотрите. Ну, все, пока, мы побежали. Все, пока, 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 пока. Давайте, пока, пока, отдыхайте. Смотри, уже прислал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин